Доброе утро, дорогие мои зрители! Всем привет-привет! Вот оно у нас, правда, сегодня такое не очень недоброе. Идет дождь, на улице пасмурно, противно. Как раз вот та погода, когда хочется залезть под одеяло, укутаться тепленько и пить горяченький чаек с вкусняшками и смотреть телевизор. Больше ничего и не хочется. У меня сегодня, можно сказать, почти выходной. Должно было быть два человека, две клиентки, но одна отменилась у меня, мама заболела. Поэтому сегодня будет только одна у меня клиентка. И там на 12 часов и сейчас утро. Думаю, что ж такое сделать. Думаю, пойду себе, наверное, так хочется вот с кофем оладушком. Так что, в принципе, кто думает, что кето это скучно и нечего кушать, то, конечно, нет. Просто кето-питание, это обычное питание. Мы кушаем, как бы, всякие блюда, да, только надо вот переучиться их по-новому готовить. И все. Вот. Используется другая мука, там, вот, ну, да, не едим мы эти каши. Ну, я от этого совершенно не страдаю. Вот. Так что, сейчас покажу, что у нас за окном творится. Ну, не то, что творится, но... Вот. Видите, идет дождь, погода сырая. Вот. На градуснике сколько у нас тут? Даже почти 10 градусов. Ну, не так, чтобы холодно, но вот так сыро и противно. Ну, что ж, поделаешь. У природы нет плохой погоды. Так что, пойдем на кухню готовить вкусняшки. Итак, будем делать кето-оладушки. Значит, для этого нам потребуется 53, ой, 55 грамм миндальной муки. Вот я уже ее перекрутила на кофемолочку. Это просто миндаль был, я его перекрутила на кофемолку. Так, одна столовая ложка с горкой жирной сметаны. Я буду использовать вот эти вершки, сливки, которые у меня, вот, домашние 50%. Вот. Одна чайная ложка псиллиума, два яйца, 15 грамм сливочного масла. Ну, можно использовать любое масло. Можно сливочное, кокосовое. У меня вот топленое, сливочное, топленое. Ну, и вот разрыхлитель, ванилька. И что еще? И все. И все, да. А, и немножко сахарозаменителя добавлю, чтобы они сладенькие были. Ну, приступаем. Так. Сначала вбиваем яйца. И нам надо взбить потом яйца вместе с сахарозаменителем. Одно какое-то маленькое, одно большое. Ну, как раз получается два средних. Так. Добавляем немножко сахарозаменителя сюда. Ну, у кого какой, я свой знаю. Он очень сладкий. Он в 10 раз слаще сахара. Я вот использую вот такой соло-свит. Вот он в 10 раз слаще сахара. Поэтому я немножечко добавила. И это все очень хорошо нам надо взбить до пены. Ну, вот я уже взбила. Вот взбила яйца с сахарозаменителем. Теперь сюда добавляем. Сначала жидкие все добавим ингредиенты. Господи. Так. Добавляем столовая ложка с горкой. Вот такую побольше. Сливок. Можно сметану. Но сметану надо брать как можно жирнее. Вот. Добавили сливки. Так. Добавляем сюда масло растопленное. И тоже это все сначала перемешаем. Вот взобьем. Дальше мы добавляем немножко ванильки. Для аромата немножко ванилин. Я использую, так как сахар ванильный нельзя. Поэтому использую чуть-чуть ванилина. Много не надо, потому что будет горчить. Дальше немножко разрыхлителя. Можно соду, можно... Я возьму разрыхлителя. Посмотрим, что с разрыхлителем будет. Вот буквально там пол чайной ложки. Перемешиваю это все. Добавляю сюда муку. И чайную ложечку псиллиума. Вот. И чайную ложечку псиллиума. И все. И хорошо это все перемешиваем. Так. Вроде бы все положила. После того, как это вот все хорошо перемешать, перемешать, взбить. И оставить тесто надо на 10, ну 5-10 минут для набухания. Для того, чтобы псиллиум набух. Миндальная мука то же самое. Вот такое вот у меня получилось тесто. Все. Я его оставляю в покое. Пусть оно стоит. И потом буду жарить. Ну вот. Я уже жарю оладушки. На небольшом огне надо жарить. Чтобы они прожарились хорошо. Вот такие они получаются. Вот я вот немножко пожарила. Вот смотрите. Вот. Почти как обычные из муки. Ой. Горячее только сняла. Вкусненькие. Смотрите, вот какие получаются. Хорошие. Вообще обалденные. А пока еще между делом. Пока у меня оладьи настаивались. Я сделала вот что. Я взяла просто вот чем-то шпалить их надо. Малинку немножко вот разморозила. У меня было мороженое. Добавила туда сахарозаменителя. И будет у меня вот типа варенье. Вкусненько будет. Вот такие оладьи у меня получились. Из этого количества ингредиентов у меня вышло 9 оладьев. Ну, правда, они такие большие. За раз их все не съешь даже. Вот. Так что сметанка. Вот у меня малиночка. Малинку я сделала. Кофеек. И все. Мне приятного аппетита.